Доброго времени суток тебе, мой дорогой интернет-зритель или интернет-зрительница, и добро пожаловать в студию программы Леротика на канале Итон ТВ, со мной Валерия Полякова. И сегодня у меня в гостях знаменитый журналист и писатель Марк Котлярский, который среди огромного количества их произведений стал еще и соавтором книги «Евреи и секс» вместе с еще одним немалоизвестным автором Петром Люкемсоном. Итак, «Евреи и секс». Добрый вечер, Марк. Добрый вечер, Леротика. Чем секс у евреев отличается от секса у других народов? Ну, видимо, подходом, я думаю, потому что, так сказать, когда меня всегда спрашивают... Они подходят сзади? Да, и сзади, и спереди, и так, как удобно. Я всегда вспоминаю по этому поводу старый анекдот, когда пришел Равин в публичный дом и говорит Бандерша, вы знаете, что я хотел бы попробовать секс по-еврейски, так сказать. Она пошла, просила своих товарок, как это модно говорить, принято говорить. Приходит, говорит, разводится руками, вы знаете, знает секс по-французски, знает секс по-немецки, знает секс по-итая... Знаете, давайте так, раз я не могу удовлетворить вашу просьбу, то мы договоримся так, значит, 50% скидки и любая барышня на ваш выбор. У вас вся книга из анекдотов или там есть какие-то исторические факты? Нет, там есть много чего. Там есть, на самом деле, очень много исторических изысканий, которые были малоизвестны русскому читателю, скажем, переводили с источников. Духовной стороной вопроса занимался Петр Люкемсон, я больше фактической стороной вопроса занимался. Там очень много переводов с Талмуда, цитат, каких-то интересных... В Талмуде есть разговоры о сексе? Еще как, еще как. На самом деле, я должен сказать, что Талмуд это вообще книга рекомендаций, скажем так, о каких-то практической жизни. Инструкции? Инструкции, да, совершенно верно. Там есть очень много инструкций, которые касаются интимной жизни супругов. Там целые главы, посвященные этому поводу, и говорится, как лучше, допустим, приводятся какие-то притчи, в частности, например, по поводу того, что, знаете, очень много существовало в начале 90-х годов, когда мы приехали, существовало очень много мифов. Кстати, вот одна из целей нашей книги – это разрушить миф о еврейском сексе. Что мы... Один из самых распространенных мифов... Только не надо бы простыню с дырочкой, пожалуйста. О, умница. И точно знал. Ты знал, как говорит один азербайджанский, ты знал. Правда? На самом деле, они спутали это с Талитом, неважно. Но в Талмуде, например, приводится случай о том, как некая дама пришла к Равину и сказала, что муж принуждает меня к необычному сексу. Ему очень нравится, так сказать, иметь меня на столе. На что мудрый Равин сказал, дорогая, если это приносит вам обоим удовольствие, то, ради бога, ни в чем себе не отказывайте. Якобы, естественно, в вольном пересказе. Но такая притча действительно существует. Включая какие-то рекомендации мужу и жене, так сказать, как вести себя во время интимной жизни, перед, после, что делать во время женщины, во время месячных, как предохраняться мужу. И что делать женщине во время месячных? Кстати, предохраняться. Кстати, так сказать, очень многие изыскания, которые есть в Талмуде, только сегодня находят подтверждение в научной сексологии. Так что, так сказать, Талмуд действительно мудрая книга. Там есть чему поучиться любому еврею, который хочет знать, что связывает иудаизм и секс. А в Талмуде есть какие-то упоминания о занятиях в сексах необычных, кроме занятий на столе, как то оральный секс, анальный секс? Как Талмуд к этому относится? Есть ли какие-то инструкции, рекомендации по поводу проведения того самого? Безусловно. Вообще, на самом деле, главный принцип Талмуда исходит из главного принципа, заложенного в Торе. Не навредит. Про урву. Нет, не навредит, это совсем другое. Это как реклама презервативов, я думаю. Значит, про урву. Плодитесь и размножайтесь. Отсюда говорит Талмуд, то есть, естественно, раз дана такая рекомендация свыше, значит, плодитесь и размножайтесь. То есть, как бы, занимайтесь сексом так, как вам удобно и так, как вы считаете. А анальный оральный секс не приводит ни к плодитесь и ни к неразножайтесь. Но, тем не менее, он не считается запрещенным. Запрещенным считается секс мужчины с мужчиной. И мужчина в Айкра, в книге Айкра говорится, и мужчина с мужчиной не ложись, ибо мерзость это, но что любопытно, как бы... Кстати, там есть объяснение, почему мерзость? Конечно, есть объяснение. Или потому что... Есть все объяснение, объясню. Потому что, кстати, между прочим, я скажу, что к лесбийской любви отношение в иудаизме намного мягче, чем к любви гомосексуальной, мужской. Объясняется все очень просто. Дело в том, что мужчина, напрасно проливающий семя, приравнивается к убийству, к убийце. То есть, очень просто. Проливается семя, значит, убивается чья-то жизнь. Поэтому, естественно, как бы мужчина с мужчиной не ложись, мерзость это. Анальный секс можно, а гей нельзя. Но ведь анальный секс – это то же самое пролитие спермы, как бы, безрезультатно. Ну, а кто знает, пролитие, непролитие, все может быть. Мужчина, окончающий в задницу своей жены, та жесть. То есть, какая разница в мужчине, с мужчиной занимается сексом или с женщиной? Минучка, речь идет о получении удовольствия. Как бы, все, что не запрещено, то разрешено. Поэтому, как бы, Талмуд, опять-таки, очень в этом плане вольно позволяет мужчине. Но, при условии, опять-таки, если каждый занимается своим, соответствует своему естеству. Это, кстати, позиция мне очень нравится. Я считаю, что это правильно. Как бы, нельзя идти против природы. То, что и говорит, собственно говоря, Талмуд. Ну, вы считаете, что геи – это не от природы, да? Нет. Я так считаю. Опять-таки, вы знаете, Леонидович, я должен рассказать, что если мы сейчас с вами разговариваем эту тему, то меня, во всяком случае, быстро зачислят в гомофобы. Я просто хочу сказать, что у меня есть своя точка зрения на этот счет. И пусть меня никто не бросит камень. Опять-таки, это моя точка зрения. Я не призываю кого-то… Кстати, бросить камень – это БДСМ есть еще. Да, да, есть. Бросить камень, стукнуть палкой, да, совершенно верно, да. Надеть наручники, все понятно. Вот. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле, на мой взгляд, это тупиковый ветеразвитие. Так сказать, то, что не приносит плода, то, что не соответствует пру-урву плодительного движения – это все как бы мимо цель. Это тупиковый ветеразвитие. Даже не приносит удовольствие обоим? Да, это и сомнительное удовольствие, на самом деле. Это удовольствие, которое больше идет… Я не пробовал и не собираюсь пробовать. Хотя есть люди, видимо, которые это пробовали, которым это нравится. Еще раз, я говорю о том, что я не собираюсь никого призывать, в отличие от того, что есть люди агрессивные, которые считают, что вообще с этим надо расправляться. Я считаю, что каждый… Зачем расправляться? Они в 40 лет сами кончаются. Да, сами кончают, да. Они в 40 лет сами кончают. Поэтому это очень интересно, сами с собой. Поэтому я считаю, что это личный выбор каждого. Другое дело, что я считаю, что не надо навязывать свой образ жизни мне. Вы хотите заниматься этим делом, ради бога, грешите себя на здоровье. Но не надо только меня вовлекать в ваши игры и говорить, что вот мой образ жизни и есть самый лучший. Вот это я не приемлю агрессии в любом его виде. Фанатизм, агрессия. В этом плане, как бы я еще раз говорю, иудаизм совершенно свободная религия, пропитанная сексом. Пропитанная сексом. Поэтому тот, кто считает, что иудаизм это какая-то скобческая религия, он путает его с христианством. А как Талмуд относится к тому, что у мужчины может быть несколько женщин для его, потому что это про урву, да? То есть плодейся, размножайте, чем больше женщин, тем больше рву. Мы вспомним, что у царя Соломона было там несколько сот женщин и 800 наложниц. Дело в том, что Талмуд очень просто. Где-то Талмуд вообще в священной книге говорят, что многоженство в принципе при условии, кстати, я расскажу сейчас любопытную вещь, которую вряд ли вы знаете, при условии, если ты каждую жену обеспечиваешь достойным образом. Материально? Материально. И материально, естественно, и материально, и морально, и как угодно, и физически, и так далее. Такое, что самое интересное. Значит, примерно полторы тысячи лет тому назад было принято постановление о том, что многоженство не рекомендуется, я подчеркиваю. Евреи в рассеянии, храма не существует. Понятное дело, да, то есть как бы, ну как, где, кто, какой еврей может содержать 800 жен и там 1000 наложников. Поэтому, как бы, Аллаха, то есть Аллаха, галактические авторитеты приняли постановление не рекомендовать многоженству и ввели некое действие этой поправки. Так вот, несколько лет тому назад, лет 4-5 назад действие этой поправки закончилось. То есть можете себе представить, что такое означает наша религия, если даже вот это... Вот это мы вырежем, это мы вырежем, чтобы мужчины не были в курсе, да-да. Нет, но раввины собрались, я должен был огорчить вас, раввины собрались, обсудили эту ситуацию и продлили эту поправку еще на какое-то время. Так что, ну я просто хочу сказать, как курьез, как бы, на самом деле, настолько живуча наша религия, что даже вот эта поправочка, рекомендация, которая несколько тысяч лет, закончилась только срок, и закончится недавно, и мы вышли в финал. А про много мужества в Талмуде что говорится? Нет, про много мужества там ничего нет. Там, на самом деле... Давно ущемление наших прав. Нет, никакого ущемления нет. Наоборот, так сказать, женщина в Талмуде уделяется огромной, огромной мерке, и рекомендации в семейной жизни, и рекомендации в интимной жизни, и рекомендации, как себя вести. И, в общем-то, так сказать, очень много того, что поднимает женщину, делает ее действительно принцессой и королевой. Рекомендации, как себя вести, могут сделать женщину королевой? Конечно. Почему нет? Если придерживаться каким-то определенным советом, то почему нет? То есть, как бы, мужчина должен относиться к женщине, как к принцессе, как к королеве. Говорит Талмуд. Это рекомендация мужчине, а женщине? Да. Женщина должна соответствовать своему мужу, соответственно, разумеется, безусловно. Ну, все, это, когда вообще красная тряпка для быка, такие слова. Да, для какого быка? Где вы эти быка? И где к ней? Красная тряпка, я вижу. Красная, я уже, да. Да, тем не менее. Какие-то еще интересные факты, которые вы с Петром Люкемсоном накопали для того, чтобы опубликовать книги? На самом деле, огромное количество. Дело в том, что я еще после этого, эти факты было столько много, что они даже не вошли в эту книгу. И они послужили мне потом для следующей книги, которой я написал такую книгу, которая называется «Тихий Дон Жуан». Она вышла, это уже была моя отдельная книга, она вышла просто как-то под заголовком «Психологический практику для начинающего соблазнителя». Поэтому, как бы, так сказать, там действительно было много фактов, психологических тестов, исследований. Мы нашли исследования, у нас есть такая тема отдельная, которая была посвящена проституции. У нас была глава в этой же книге, которая была посвящена современной секс-индустрии в Израиле. Там, в частности, я, например, нашел большой материал у производителя порнофильма в Израиле. «Кахоль-Наван» были знаменитые. Да, знаменитые. Неплохие фильмы снимают, кстати. Были. Да, неплохие фильмы, хотя начиналось все достаточно с примитивной порнухи. Сейчас уже как бы израильская порноиндустрия выходит более-менее на европейский уровень. Хотя до европейского уровня еще далеко. Об этом рассказывали, кстати, мне актеры. Израильтяне, которые снимаются в европейских порнофильмах. Они, конечно, отказались называть свои имена, но, тем не менее, я с ними говорил. И достаточно интересная главка получилась вот этому, посвященная вот этому фильму. Кстати, один из сюжетов «Кахоль-Наван» был основан, по-моему, я не знаю, кто у кого украл сюжет. То ли Арик Каплун у «Кахоль-Наван», то ли «Кахоль-Наван» у Хаверим Шельяна. Но вот это занятие сексом в противогазе. А, это, так сказать, друзья Яны. Да, 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 да. Я не знаю, что было изначально. Кто у кого украл. Ну, хороший эпизод, позаимствовали, так сказать, почему бы, собственно говоря, и нет. Вот. И я вообще должен сказать, что, конечно, книга имела бешеный успех. Бешеный успех, она вообще, конечно, ей было обеспечено названием, потому что я написал в предисловии, как бы... А как вы узнали про бешеный успех? Потому что весь тираж книги был продан. И потом... Большой тираж был? Тираж был, пять тысяч экземпляров, но по нашим с Петром Сведням, после этого этот тираж еще раз десять перепечатывался, так сказать, без нашего правды ведома. Но, тем не менее, дальше, больше того, так сказать, вышло второе дополненное издание этой книги, уже в издательстве «Феникс», которое называлось чуть-чуть по-другому, называлось «Тайно еврейского секса». Вот. И это вышло в другом издательстве. Вот. И, тем не менее, до сих пор нас забрасывают просьбами написать продолжение. Но я сейчас готовлю продолжение, которое будет называться «Секс в исламской традиции». Я там тоже накопал много чего интересного. Мы с нетерпением будем ждать выпуска этой вашей новой книги «Секс в исламской традиции». А у нас в гостях в программе «Леросика» был замечательный журналист, писатель, мой коллега и соведущий по каналу ИТН-ТВ Марк Котлярский. С вами была Валерия Полякова. Будьте здоровы и любите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok